Были и лжепракты, и у вас будут лжевучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорой погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Откуда было знать это Петру? Только по отправению свыше. Имена пророков мы знаем в Священном Писании. Книга пророка Исаии, книга пророка Иеремии. Но в это же время во много раз в народе было больше уже пророков, а их почитали в настоящих пророках. Почитаем житие Дионисия Александрийского, Профанасия Великого. Это уже новозаветнее время, четвертый век после распятия Христа и воскресения. И говорит, что народ был настолько необученный, еретиков почитали за православных, а православных почитали за еретиков. И он говорит, ничем не могу оправдать. Меня допрашивает Иероним Средонский, говорит, один из самых великих святых, самый-самый почитаемый в католицизме. А тогда была церковь единая. Не верит. Меня неоднократно допрашивали, вы как Богородицу признаете? Ну как, церковь признается? И вот Богородицу читаете, каждый день читаю, достойно, да. Через день опять меня допрашивают, а как Богородицу посчитаете? Вроде от моего почитания что-то у Богородицы убудет. Но если я ее неправильно почитаю, а она со мной поговорит, наставит меня или расправится со мной? Нет. Вот находят какой-то люди заковырку. А слово-то Божие говорит в первую очередь. Ты познай истинное слово Божие. Лже-пророки приходят, Христос говорит, в овечьей одежде. Как принято говорить, в шкуре. Их ничем не отличишь. Вот этот стих сектанцев совершенно не считают. И введут тазовные ереки. Я разговаривал с руководителями разных стих, американские. Немцы приезжали. Скажите, какие пагубные ереки? Что он имел в виду? Ну это тогда было. А он еретик, с ним разговаривали, это бы легко было. Отвергаясь искупившего Господа Иисуса Христа. Вы отвергаетесь, мы не отвергаемся. Значит вы не целиком еще антихристы. Ну что Христос сказал, надо наверное исполнять, да? Ну надо исполнять. Так вот сейчас считали, премудрость растворила себе вино. О чем речь идет? Ну и речь идет, наверное, не о чашке вина, а о бокале вина. А почему только семь столков вытесло себе и все время считается на Богородичные праздники? А ведь эта премудрость означает премудрость свыше, не человеческая, не институты кончать. И Бог открывает истину. Как понимали святые отцы, что речь идет о причастии? Что там вино, хлеб, вот. У вас этого нет? Ну у нас под образом, не под образом. А сие есть тело мое. Ну знаете, мы так думаем, вот разные слова говорят. Под видом не написано, а написано сие, вот сие есть тело. Да кто же хлеб? Хлеб был до присуществления. Они этого вообще не понимают. Это там самое хорошее ботистов. Вот в ветеране, тебе еще признают тайница, хотя у него их нет, но они говорят, да, у нас кровь, у нас тело. В ветеране. Англикане. С теми посложнее. Они доказывают, что сохранили рукоположение. Еще до революции православная церковь в разговоры вела объединиться с ними. Вот как правильно верить в Бога? Есть вера такая, у людей говорят, я в душе верю. Может слышали? А почему нельзя в душе верить? А потому что Иакова 2.19 говорит, это бесовская вера. И бесы веруют, и трепещут. Это хорошо, начало мудрости, страх Господний. Ну бесов-то какая вера хорошая. Бог доверит, да еще и боятся. А человек не боится. Ну что, я верю в Бога, а дальше никак не идет. Он ни храм не признает. А зачем ходить по пути, все обманщики. А ты всех-то ведь не знаешь. А кого я знаю, они все такие. Ну а много ли ты их знаешь? Перечисли. Начинает перечислять. А я знаю, что там ни одного священника, побед имением даже нет. Он, я на первом же храме, я в Бийске знаю, ни одного не мог перечислить. Обман, один обман. Вот это и есть уже пророк. Там был уже пророк. А у вас будут лжеучителя. И вводить будут пагубные ереси. Самая главная ересь у людей – это отторвать от церкви. Чтобы не было рукоположного священца-эпископата в нисходящей линии от апостола. Сегодня это самая главная ересь. В ней заражены все до одной секты. Как можно верить? А тому всему, что написано в Священном Писании. 1 Коринфянам, 17 глава, 7 стих. Вот читаем 1 Коринфянам, 16-22. Кто не любит Господа? Маран Афа. Анафема. А вот под эту анафему-то так легко попасть. А ты любишь Господа? Христос Петру-то задавал трижды один и тот же вопрос. Любишь меня? Да люблю я, Господи, тебя. А если любишь, а чего же ты на берегу-то торчишь? Потевец. Если ты любишь Господа, ты должен быть хорошей пастух. А не так, что я не люблю пасти. Я не раз слышал, потеряете. А что это такое, я не люблю пасти? Да ведь пастырь-то сам Христос. А он любит нас пасти? А я, как-то за невесту, 20 лет. Холод и жара у него были. Он любит пасти? Да никто этого слова не знал пасти. Любит, не любит. Вообще такого даже нет. Я не люблю пасти. Вообще в Библии такого нет. А написано паст. Моисей, пророк, паст. Иаков, паст. Да не жили этим. Читаем про его и перечисляются. Какие стада, тысячные. И кто жар блюды? А это не покоримые животные? Если оно обозлиться, оно так тебе легнет, или бросит тебя все неположеное. А волок сколько? И все перечисляется. Я не люблю. Высчистите из мозгов эти мысли. Я должен пасти. Скотина чистая, с раздвоенными копытами, с глубоким разрезом, олицетворяет нашего Господа, если хотите знать. Он есть. Телец. Быв упитанный. Христос. Телец. Заколот за то, вы говорите. И теленка откормлена за колитие. Это речь идет о причастии. Ты уразумеешь это все. Каждая вещь напоминает, он веден был, как Астана, Заклания. А лжепроводки все уводят отсюда. Они от алтаря уводят, самое главное. И сегодняшние лжи учителя приходят, и даже у нас начинают чему-то учить. Попытки-то уже были. Но я понимаю, в храме где не учат, там можно говорить о священном писании, не знать. У нас что ты можешь новое принести? Я спрашиваю людей. Ну назовите конкретно, напишите, чего у нас не хватает от апостола. Чему не хватает от святых апостолов? Жития святых у нас все есть, начитанное суши. Святые отцы, начитанное. Каноны, соборы на русском языке, постоянно говорим об этом, книги распространяем. Библия лежит на русском языке. В нашу общину ничего нельзя занести, кроме ереси. А для ереси-то места у нас и не должно быть. Я когда встречался с разными еретиками, от отсюда, от адвентистов у нас нынче, ее дочь венчалась. Она от адвентистов там принимала крещение. Не просто ходила, а крещение принимала. И она услышала, приняла. У нас Минонит принял крещение. Люди пришли из вапсистов, из пятидесятников. Одна-две беседы, он говорит, я понял, мы не в церковь. Самое главное, не в церковь. Вот что. А хорошего у них мы примем, то хорошее, что мы потеряли. Кто не любит Господа? Вот и скажи, я люблю Господа. А овец не по сону, не идут проповедовать. Марана, а? Любви-то нет. Пустой звук. Иисус говорит, Или, Или, лома сонах по ним. Матфея 27, 49. Оставил меня Господь. Так нам, наверное, каждый день надо говорить, так в чем видно, что оставил? Ты в них не в эти слова. Быть может, эту молитву надо каждый день считать утром и вечером? Оставил нас Господь. Ни одного проповедника нет. Оставил Господь. А без нож или все без ног? Все с костылями. А почему? А прекрасные ноги, благовестующие мир. Ты проповедовал, молодой был? Нет. Да тебе ноги-то и не нужны ко всем. Ты дальше начинаешь рассуждать. А у меня какие-то шишки нарастили. У меня там начинают шипы, шпоры. Ты что угодно наговариваешь. Самое главное, ноги твои непрекрасные. Если ты благовестовал, у тебя по-другому будет все. А что, ты болеть не будешь? Да может, сейчас стою и не хочу проповедовать и умру. Дело-то в руках Божьих. Но самое-то главное. Были уже учителя, которые будут вести в другую сторону. Говорят, Бог есть любовь. И мы это знаем. Сектанты непременно тебе это скажут. Бог есть любовь. А дальше скажи, Петр говорит, но он ангелов согрешивших не пощадил. Почему ты дальше не говоришь? И первого мира согрешившего не пощадил. И имя тому Богу, который потопил мир, возить гуляли волны, километровой толщины вода была. Это имя ему любовь. И города Садонские сжёг. Бог, имя которому любовь. Уже пророки ничего этого не говорят. Я скажу, что я ни разу, нигде не слышал угрозу аду у сектантов. А у нас непрестанно об этом говорится. Почему? Потому что мы православные. У нас в любое житие говорится об аде, о муках. Иконы изображают вечное мучение. Не будешь веровать в Патисание. Не будешь верить в Патисание. Ад уже уготован. Да и свои иконы, как сатана на цепи тащит в ад. Так, ведь разрешила же церковь эту икону, и первые, кто рядом за демоном идёт, в ад за дьяволом, епископы. А дальше священники, помилорахтов. А потом там уже простолюдами идут. Значит, Господь всё-таки сохраняет церковь свою, даёт грозно-обличительный глаз. Говорится о любосвежании. В еретике об этом не говорят. Я прочитал все места. У меня много журналов разных. Почему люди не понимают, что такое любосвежание? Это не то, что ты купил машину, это вредно, нет. А любосвежание затмевает Бога. Человек ничего не видит, кроме своей дойды. Да даже самое маленькое. Не тысяча рублей, а рубль. А ты всё время делись с Господом. А могло мне этого не быть? А сколько людей более нуждается? А дай-ка я хлеб какой-то приобрету, да через кого-то раздам. Молитесь, чтобы любосвежания не было. Книга Левит, 22 глава, 16 стих. Не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыню. С каким трепетом надобно приходить в Царство. Сегодня я встречаю хороших священников, которые говорят, на каждое воскресенье, чтобы всех причащались. Нигде в Писании этого нет. Со страхом приступайте трепетом. Не навлекайте на себя гнева за незасойное причастие. Эти места прочитаешь, скажи, а каждый день ты готов? Да, я за то, чтобы каждый день мы причащались. Но ведь это только пожелание. Ты только вдумайся, к чему ты приступаешь. Да не опален буду. Приготовься. Не просто время пришло поставить, причащить. Люди сегодня привыкли исправлять дни рождения. А вот мы отмечаем завтра успение Пресвятой Благородицы. А почему святые никогда не объявляли день рождения? Мне столько-то лет. А чему радовать это? На Суд Божий идешь, отмечая день памяти святого своего. Вот он в этот день, в честь кого ты назвал, отошел ко Господу. Церковь признала его святым Господи. Да буду я похож на него. Помоги мне, Господи, уподобиться его святости. Как он имел Слово Божие, как проповедовал, как люди обращались. Трича Соломона, 22-25. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь пятна на душу твою. Лжепророки никогда этого не учат. Посмотрите, как хорошо у спектантов, как они привещают. Дойдешь, они тебя прямо нацелуют. Ой, да мы вас так ждали, а меня первый раз видят. Как ты меня можешь ждать-то? Ну вот узнали, что я православный, знаю Писание. Они сразу же все отшатаются, и ты не подходишь ни к нему. Он заразный. Они сразу мне начали поносить. Почему они лжепророки? Я представляю, к нам пришел спектант. А у нас такие были, изобретали. Ничего нормального, мы его соглашенными выведем. Дальше покажем наше учение, скажем наши недостатки, мы этого не боимся. Но и ему скажем, что ты в церковь еще не вошел. Крещение твое спектантское есть оттвернение. Истинное крещение только в церкви. Только в православии. Мы не трогаем там, где есть рукоположение, чего не знаем. Исайя 3 глава 3 стих. Выражение лиц их свидетельствует против них. Они о грехе своем рассказывают открыто, как садомляне, и не скрывают того горя души их, ибо сами на себя навлекают зло. Никогда не надо никого винить. Лжепророчество, лжеучительство всегда обвиняет кого-то. Вот я потому такой, потому что он такой. Святые всегда говорили, виновен я. И Павел, только один вопрос Богу задавал, Господи, а что повелишь делать? Когда Петр проповедовал, настоящие проповедь достигнут, он сразу сказал, мужи, братья, что нам делать, народ говорит? Поповедь покаяния. У лжепророков не так. Ты только сейчас скажи, лишь бы к ним тут вошел, сейчас. Все, ты спасен, спасен сразу, окончательно, и еще до крещения. Крещение у них просто принятие в общину. А вот сказал, прости, и Бог тебя просил. Он не изменился ничего, какой бы он такой и есть. Такие же безбородые в галстуках, прашенные в брюках, от никакого значения не имеет. Как же оно не имеет? Ты из волка должен образ овцы принять. Вы научитесь, лжеучителей, отличать по виду икон. Вот тут конкретно икона для нас образ. Посмотрите, как одета Божья Матерь, как святые, даже простые. Кремленам, 13 глав 2 стих. Почему противящиеся власти противятся Божьим усыновлениям, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Я отношу это и к белому движению, и к красному. Все противились власти. Власть допущена была за грехи. А за какие грехи конкретно? За отступление от слова Божия. Опять же, я очень много получал в журналах из-за рубежа, и ни разу, ни в одной строчке не нашел, чтобы сказали, за что постигла такая кара, так называемую Святую Русь. За отступление, вот это говорят. Ушли-то за границу, вот там-то не бедные люди, а многие с состоянием. И куда его употребили? На проповедь? Нет. Организовали кружки, разные типографии были, все. Ну, типографии, как обыкновенные журналы, а то ничем не обещаются. А вот, чтобы пойти на дело Божие, чтобы вышел хоть один пророк, который бы прямо пришел и сказал, вы виновные в том, что не учили народ Богу Божию. Я вот сейчас несколько мест в Писании покажу. Вот Еремея, 20-й главе, 1-й стих. Был священник, пасхор, имя-то похоже, как на Пасху. И он был одновременно наблюдателем, избирателем его церкви, в доме Господнем. А перед этим только пророк Еремея собрал старейшину, уехал в долину сыновей Еномы, уступил сосуд горшечника и рассказывает им. Вы отступили от Бога, вы завели идолов, на крышах воскуряете им. Разбил сосуд, вот так город будет разбить. А еще нет, вавилоняне еще не пришли, еще немец не родился, Гитлер, он уже говорит им. И когда он стал так говорить, этот пасхор подошел и ударил его по щеке, и заключил его в колонну, в темницу. А он ему говорит, вот пойдешь в плен, ты, все раствор твое, жены, дети, родня, все-все там умереть, и ты домой уже на родину никогда не возвратишься. Почему? Да я истинный пророк, ты лжепророк, а с тебя это сокрыто. Да я говорил, сбывалось, больше никогда ничего не сбудется. Потому что наступил гнев Божий. Лжепророки всегда заглаживают вину. И лжепророки, они в чести. А истинные пророки всегда, все до одного говорили о гневе Божьем, который грядет заступление. Это абсолютно беспроизвестная была программа. Но надо было знать, куда тебя поставил Господь. Потому что назад возврата уже не было. Вторая книга по Ралипоминону, 18-23. И подошел к Судеке, сын Хинаена, Хахинаны, ударил Мехея по щеке. Они отвечают от пророков тем, что насильничают, бьют, клевещут, поносят. Истинное пророчество. Вот как их надо узнавать. Не просто среди вас восстанут, а как узнать? Они будут отвергать истину. Иоанн, 18-22. Я один из слуг ударил Иисуса по щеке. Так ли ты отвечаешь первосвященнику? Ну, за славу первосвященника. Ты так патриарху отвечаешь. Ты так с епископом разговариваешь, что это не за всех заступается, кто выше. А ударил кого? Ударил Господа. Исайя 9-15. Поясняет. Старец и знакный – это голова. Мудрость, почтение. А пророк, уже учитель, есть хвост. А он эту голову хвалит. И голова тоже отгнивает. Научитесь говорить слова нелестные. Никогда. И особенно не заступайте за детей и за внуков. Потому что за них в первую очередь отвечают. Спасешься тогда, если они дойдут до неба. Я вижу, у детей отсутствует чувство самосохранения. Они в опасности прямо лезут. Запомните, что я вам сегодня сказал? И скажите, где ты подвергал в твоей жизни опасности? За смерть ребенка, если он погибет. Родители отвечают даже по уголовному закону. Они лезут к делу попава. Они не понимают, что ему грозит какая-то опасность. Истинный пророк, пророческий волос, должен достичь нас. Вот я и дети мои, которых дал мне Господь, и я привел их на небо. А если не привел, день и ночь раскаивайся, где мои дети? А не я ли послужил соблазном? Пророк Аввакум 2.18. И вот лжеучителя сделали художество в Литве, и люди поклоняются им. Чего нет в Писании? Я размышлял сколько и гляжу, что у нас почти вплотную или действительно уже мы перешли на это обречение Аввакума. Откуда взялось это миросочение икон, слезосочение, кровосочение? Умирает из-за икон. Идут в дальние какие-то крестные ходы. Приходит улучшился? Нет, не улучшился. Курил такой и курил. И шел, я ходил, я полосу там курил, чтобы не видно было. Для тех и кумиры, самое настоящее. Икона дана для того, чтобы мы поверили, что Иисус восплотился, что Божья Матерь была, и все. Говорят, на 7-м Северном Соборе там ни слова не было сказано о том, чтобы вот с иконами там ходили. Ничего этого нет. Нигде. Мы почитаем их как образ Божий, относя к первому образу. Вот такие слова есть. Вот это все уже учителя, которые в нашей среде. Римминам 13.2. Сираков 1.30 говорит. И невозможно, чтобы не навлечь на себя бесчестье на душу свою. Ибо люди отступили от Бога. И Господь говорит, обличить тебя посреди собрания, что ты не приступил искренне к страху Господню, и сердце свое было полно лукавством. Сколько обличительных слов в каждой душе. А эти люди не были почитаемы. Премудрость Соломона 1.12. Итак, не привлекайте смерти с заблуждениями вашими и погибели делом рук ваших. Почему? Неправая вера. Правая вера и правые дела – это как две ноги. Иногда говорят, как два колеса, когда везут. Как два крыла у птицы. Если вступил человек в близкую связь с лжеучителями, он теряет эту связь. Лжеучителя сектанта, они никогда этот праздник отмечать не будут. Они его вообще не знают. Вот и с ними встретить. Да, мы скажем. Действительно, не евангельский праздник нет. Но он нас побуждает задуматься об смерти. Божья Матерь почила. История сохранила, как ее погребали. Были попытки спровоцировать беспорядки. При гробе ее один ухватился, да руки отсохли. А мы собрались в храм прославить ее за счетную жизнь, как дети ее. И как хорошо сегодня в молитве воздохнуть и попросить Божью Матерь, чтобы нам даровала такую непостыдную кончину, которую удостоил ее Господь. Мы близки к спасению. И оно к нам ныне ближе, чем когда мы уверовали, говорит апостол. Если только мы точно будем следовать, как заповедовали нам святые отцы. Они ведут паводные елести и навлекут на себя скорую погибель. Кто-нибудь спросит, а как они навлеки погибели? Они жили, жили до семидесяти больше лет, уныли своей смертью. Речь, конечно, идет о реченстве, которую проверить никак нельзя. Мы просто должны верить, что все еретики, которые основали секты, они вне Царствия Божия. А что у них было здесь благополучно, они распространились? Вот и ядовисты, и свидетели, и голы. За 12 миллионов это уже лет 10 назад было. Во-сам, это лжед пророки. А кто станет лжед пророк большой? Сегодня это Магомед. Его Кирилл и Мефодий, Игнатий Бричининов все называют антихрист и лжед пророк. Сколько верят? Миллиард. А кто к ним из православства пошел? Да кто им путь-то истинный открыл? Когда сегодня говорят, что они были очень податливы на то, чтобы обратиться к Богу. Это наше упущение. Кому это на память придет, я взял за себя каждый день молиться за мусульман, за иудеев. Я их не вижу. А молит Господи. Пошли добрые свидетели, которые знают их учения, которые могут им рассказать, которые могут показать на Христа. А как с ними работать? Вот у нас написано на 17-м томе открытым оком. Внимательно посмотрите. Может у вас родственники из Средней Азии. Выезжают туда, пошлите им книгу, расскажите. Они обращают, подвергают жизнь своей смертельной опасности. Кто в них обращается к Богу, они сразу его уничтожают. Сколько перед нами стоит работы непочатный край. И поэтому, если мы хотим быть истинными христианами, должны услышать слово Господне. Он говорит, и молите Господи на жатву, чтобы выслал делателей на жатву. Аминь. Аминь.